В Североказахстанской области 352 школы считаются малокомплектами. Это почти 80% от общего количества. Практически все эти учебные заведения находятся в сельской местности, где постепенно сокращается численность населения. Проблемой заинтересовались мышлесмены. Депутаты проехались по селам, пообщались с педагогами и провели в Петропавловске выездное заседание Комитета по социально-культурному развитию. Туркуля Ахметова расскажет подробнее. В двухэтажном здании Архангельской средней школы учатся 126 детей. Учебное заведение считается малокомплектным. В некоторых классах всего по 2-3 ученика. Для них проводят совмещенные уроки. В условиях малокомплектной школы совмещенные классы – это неизбежность. От них никуда не уйти. Поэтому учителям, во-первых, была предоставлена возможность пройти соответствующую курсовую переподготовку в этом плане. Ну и как проходит урок? Параллельно поработает с одними, поработает затем с другими. Естественно, эффективность не очень высокая. Мы это прекрасно понимаем. В стране свыше 2700 школ малокомплектные. Большинство из них находится в Ахмолинской и Североказахстанской областях. Как правило, в этих учебных заведениях не только острая нехватка учеников, но и слабая материально-техническая база, а также дефицит педагогов. Обо всех этих проблемах сельские учителя рассказали мажоресменам. Наш комитет проводит свое первое выездное заседание. Тема очень актуальна – вопрос развития и поддержки малокомплектных школ. Но вы знаете, проблем немало. Мы сегодня в целом, как парламент, мажорист парламента, комитет, подготовили законодательные поправки. И мы сегодня хотим с отделами образования, с директорами школ, с педагогами хотим обсудить эти поправки, насколько они, по их мнению, актуальны. Для решения проблем малокомплектных школ Министерством просвещения принимается комплекс мер, отметили на заседании этой совершенствовании образовательных программ и менторская поддержка учителей и создание цифровых учебников с виртуальными уроками. Кроме того, в Актюбинской области реализуется пилотный проект по улучшению учебного процесса в учебных заведениях с небольшим количеством детей. Пилот называется виртуальный учитель, цифровой учитель, цифровая среда, где для сельских малокомплектных школ из центра педагогии специализированных школ педагоги гимназии, лицеев ведут цифровые уроки. Мы эти уроки сейчас смотрели, сейчас помогаем, чтобы эти уроки были качественными, чтобы улучшить сам учебный процесс в школе. В дальнейшем мы предполагаем, что этот проект будет транслироваться еще в пять регионов, где достаточно много таких малокомплектных школ. В целом по стране в малокомплектных школах учатся около 190 тысяч детей, и они тоже должны получать качественное образование, отметили участники встречи. Нургуль Ахметова, Коныш Казбеков, Хабар-24, Североказахстанская область.